Активисты молодежного обновления сегодня снова помогли Бендерскому приюту для животных. Вместе с волонтерским десантом там побывала и Екатерина Воронченко. Волонтеры тащат картон, пледы и корм на территорию приюта. Собаки встречают их дружным лаем. Понимают, что сейчас люди будут кормить их и обязательно погладят. Почти все животные в приюте очень контактные и ласковые. Такое сокровище голубоглазые. Это Макс. Его нашли зимой на остановке. Волонтеры и в приюте нам рассказали, что он буквально лежал на коврике без движения. Просто настолько травмирована собака была. Сейчас посмотрите, он играет. Дай лапу, дай, дай, дай. Ой, молодец! За полгода его вылечили. И вот сейчас он такой пухлый батончик, застенчивый и игривый. Знаем, что приюту помощь нужна всегда. В любом виде, в любом качестве. Мы всегда стараемся привести что-то с собой. Мы в основном это крупа. Сегодня мы привезли несколько мешков крупы, картон. Ребята-волонтеры тоже собрали там какие-то корма, домашние вещи в виде одеял. Приюту помощь нужна каждый день. Если найти в соцсетях штаб «Мы рядом», можно получить совет. Как любой желающий может поддержать этих собачек и котят. А сегодня волонтеры убирали двор и приводили в порядок будки. Мне их жалко, очень жалко. Хочется забрать из своих дома много. Мне, как сказали, принести, то я сразу побежала в магазин, сразу все взять. Потому что прийти с пустыми руками, это было бы очень некрасиво. В приюте сейчас много малышей. Волонтеры фотографируют щенков и котят, показывают друзьям. Так у этих деток в клетке появится шанс на свой дом и семью. Можно прийти и также взять себе милого друга домой. Вот, смотрите, этот уже буквально залез на клетку. Щенок Плакса три дня назад остался без мамы. Сидит в заперти, он не привык. Будем надеяться, что он и все остальные обязательно найдут верного хозяина и дом. Катерина Воронченко, Игорь Мацота, ТСВ. Продолжение следует...